Так, произошел какой-то тайный поворот направо. Резкий причем. Резкий, да, 90 градусов. И все. Это стандартная тут дорожка. Нет, вот это мы немножко не по стандарту поехали. Обычно прямее мы тут, ну, в принципе, примерно направление тоже. С нами на Витаре еще один участник, короче. А вот Витара, да. Да, очень много людей. Добавляются люди. Много разных автомобилей. О, грязь, грязь, видел? Видел грязь? Побуксуй там. А, у тебя ж полный. Вот там банда. Это 300 километров. Так, 300 километров. Борода через три машины за нами. Потом привал. Давайте сразу привал. Потом домой. Вот это банда. Это как при советской власти, две копейки на лесочке. Можно было звонить или там три копееки. Можно было воду газированную пить все время. Да вот кто бюджет Союза подорвал. Вы поняли, друзья? Бородач, ты всего через три машины за мной. Не отставай. Бюджет Союза подорвали. Те, что по гаражам прятали всякий бутер. Красивые места. Красивые места, что тупик все. Те, как там, все вокруг колбасы, а все вокруг наемка. Бородач. О, да. По-моему, что Саня заблудил. По-моему. Чего оден? Бородач говорит, дачей привез. Олег похвастаться слева. Дикий сруб. Тут дача хорошая, раз тут летом. Дикий сруб. Нормально, так я уйду, Руслана. Раз дача хорошая, Руслана, тут можно летом будет найти. А чья это дача такая красивая стояла, новая модель? Синский домик. Михаил, замыкайте круг по кругу давайте. И на перегонки. Глумятся по полной. С другой стороны дача, с другой стороны десна. И тут нема куда деться. Мы идем. Леха, сильно не гони, чтобы бородача не затошнило в Луазе. Одень сразу пакет на него. Так, вот и оффроуд. Для кого? На пустец. Все, дают он в горку и уедет. Сейчас разгон надо взять. Это и вся горка? Едем на горку, просто на дорогу нас. Вот это оффроуд, нифига себе. Глумятся. А что ты, включаешь пониженное или что? Да нет. Тут что-то включают. А, у нас не работает приборка. Мы точно заедем? Что-то я очкаю. Ё-моё, ё-моё. Нам же вправо надо было выворачивать сразу. А мы будем перевернуться. Да нет, ну ты что? Мы же короткие. Мы куда-то в горку куплю, налево или направо едем? Направо. Через дамбу надо ехать. Направо там выход, что ли? Да нет, ну какой он у вас. Смотри, как красиво выехал четко, ёлки. Мы как лошары тут вертимся. Михалыч там что-то задумал. Так, тут все выезжают. А Бородач, смотри, срезать поехал. Нет, что-то Олег сжёт. Бородач, куда? Бородач! Блин, Олег. Ну как мы за ним вот проедем? Человек взялки, поперехватил инициативу. Я молодец. Нашли короткие дороги? А не, сейчас поедем только. Давай. Правильно пошло я. А не, вон там Олег где-то съехал альтернативно. Насколько я понял. Виллис? А, он же на заднем приводе. Подожди, пацаны, стойте. Подождите, надо Виллису полный привод включить. Куда вы полетели? Да, ну тут серьезным автомобилям не сложно. Маньяки влево спускаются, полуманьяки дальше. Новая машина, красивая. Цвет, конечно, ей бы какой-то поярче. Хотя этот глаз не так бросается. Луаза-Субару, друзья. Это постоянный полный турбодизель. Даже, правильно сказать, Луаза-Фольксваген-Субару. Смотрите, как заехал. Шуны нормально накачаны. Так, дастеры с нами сегодня. Два даже. Это турбодизельный. Судя по работе, да, хороший аппарат. Видите, как легко. Поджерик. А что таки? Это бензиновый. 1.6. Что за? Виллису надо полный привод включить. Надо, наверное, затянуть его сюда. Да нет, сейчас полный включим и поедем. Из Турции бетон привезли, говорит. Какая-то компактная такая. Так, Рома уже почти включил полный привод. Судя по-там сложно включается, да? Не, ну трещотки, как в Оазе. Ну, понял. Не хабы, а хабы механические, в смысле, закрутить надо. Блин, а лыс там. Такой стрёмный съезд. Включение затянулось, плюс... Так, мы едем вниз. Хороший спускай. На Логазе тут было страшно, наверное. Я думаю, да. Там же что, бордачи, высокий центральный. Бордачи, молчал. Видел, как долго? Короче, пока все не передрифтят. Тут прошло. Там уже дрифтят, а мы тут до сих пор. Это Десна или залив? Это Десна. Десна, да? Да. Как-то близко очень. Не, не... Да вон там дальше дача. Или кто-то на той стороне. Не знаю, тут как-то на Десна. Это для залива большой сильно. Остров вон есть. Вот это похоже на Десну. Что-то там взбиваешь внутри, да? Не, ну это Десна в натуре. Блин, красиво как... Просто сказка. Как-то мы так быстро на нее доехали. Какой-то более правильный маршрут. Обычно через это поле едешь, едешь. Где-то мы раньше, видно, ушли вправо. Так, догнали колонну. Места шикарные. Теперь можем мы все машины посмотреть и посчитать. Посчитать, давай. Считаем машины. Два. Два Дастера. Четыре. Хрен-то посчитать. Пять, пять, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Посмотри, дрифтят тут все. Четырнадцать. Будешь дрифтить? Да нет. Да давай, не очкунь. Да ешь на Лексусе? По дрифтани. Ты где? Ужи, ты где? Если бы там все в Рено, можно было дрифму отметить. Бородатый, ты где? Можно в рифму ответить. Вон и бородач. А вот серьезный аппарат, да? Саня. А что, он заднеприводный бывает? Ну да, у него фондаст на поле. А тут монстр. А у Михала сейчас что, не выключается? Может и нет. Или это Миша? Включает полный привод, подождать надо. Все? Да, вон и отбомай. Ну что, так видно, что расстатка у Масла. Едет человек? Ну едет, надо подождать, он включает. Да не, ну так что, мы тогда поехали домой. Это было с вечера начинать. Да не, ну он догонит сейчас, сказал. Догонит? Давай, Пашка. Так что, это должно быть? Стой, да должно. Да подожди. Иди сюда. Открывай ротик, я тебя буду кормить сосиской. Пашенька, стой. Так что, заехал в той Вильнюс? Да сейчас он включает полный привод. А сейчас я не включил. Да включил, но надо. Скажи, что подписывались на вот этот канал, бородач. А ты прямой мой перечень? Да. Сейчас Вильнюс включит полный привод и догонит нас. И нас все зубит. Так он уже час включает. Да нет. Леденный, но уверен. По моосе надо подставлять кардан, прикручивать, кардан. Причем на яме. Свечи, знаешь, типа, кручу и еще заплату. Слышите, в Вильнюсах же была лебедка механическая, но она включалась откручиванием переднего кардана от моста и подключалась к лебедке. Вот это как по локте застрял, подъезд туда и начинает. Зимой такое холодно, а это такой, типа, как там, пока. У нас идет снега, да. 25-й кадр. Сейчас Вильес включает полный привод, подождите. Так, поехали, поехали, поехали. Рубикон, блин, вот это внедорожник, да? Или Нева лучше, Ветр? А? Нет, я думаю, что Нева лучше, да? Нет, Рубикон, наверное, не. Впереди, в Дождем, ты, там, где, ну, в холоде, премь или в холоде. Классные места, смотри, где он. Это можно протянуть чуть-чуть дальше, там, как раз, вот, куда-то сделаешь. Так, как-то петляет дорога, да? Бородач говорит, тут фестиваль был когда-то. Это эти места, как сложно их узнать, но, может, и они. Красиво, как снег пошел вообще. Сказ, сказ, сказ. Снег начинается сильный. Здоровье. Снег начинается сильно. Блин, хорошо идем, конечно, очень классно. Когда есть, быстро, много меньше, да? Блин, бородач нас обошел, блин. Ты че, быстрее. Бородач обошел. Ветль, как вообще такое может быть? А мы ему фору дали. А, ты даешь это просто, чтобы он порадовался, да? Да. Ты представляешь, как он сейчас в луазит. Бородач, ты шо, нас обогнал? Шо? Ты шо, нас обогнал? Аксену, бляхо. Не знаю, как открывается окно, хотел факт показать. Кнопочка там, стеклоподъемник. Тут почти нет пензала, только там такая еще, как, блин, грибинка от трусов. Блин, бородач, смотри. В отрыве от нас. Ух, елки, ты посмотри, какие тут места жесткие. Ого. Пошли. Пошел о фрукт четкий. Слышь, ну луаз держится пока, да? Только благодаря, на бородач видно, держит его. Так у них сзади блокировка есть. А ты в камеру хотел попасть, шоу вперед вылез? Блин, шо с дворником, Ветель? Не работает. Проверь дворник, елки. Шо тогда, с дворником вообще беда. Обходи, обходи его, обходи. Подрезай. А ну подъедь, бородач там или нет? Внутри, мне кажется, что он где-то в Тойоте уже. Подъедь рядом, чтоб с его стороны. Да-да-да-да-да-да. Еще, 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 подъезжай, подъезжай, подъезжай. Стой, стой. О, он с камерой. Смотрите, как он вылазит. Это вообще, ты шо, дурак? Блин, это жестяк. А че мы встали, будем ждать тут? Я буду внутри ждать, наверное. Не пойду, там снег. Леха, Леха. Слышишь, если Луас выдержит целый день с бородачом, это сразу можно везти и на постамент где-то ставить в центре. Да? Да. Блин, ну с ним нагрузка же тройная. Ты видел же, как он и предстоит. Это жестяк вообще. Так он весит, как пол Луаза мини-бум весит. Реку поразиховать. Главное, чтобы торсионы не полопались. Это жесть. Сейчас тут у нас шикарные сегодня автомобили. Продолжаем движение. После небольшой остановочки. Тут он начал утереть, да? Да, да, четко работает. Дворники хорошие, оригинал, наверное. Так, тут какой-то подъем очень серьезный такой. На горбуне бы я тут заехал или нет? Блин, надо срочно горбуна чинить. Может, лучше Виллис уже купить? Нет. Так он стоит, как 43 горбуна. Ты чё? Виллис. И там же крыша жесткий верх цельнометаллических кузов. А в Виллисе он открытого типа. Эко-дача. Эко-дача. 2 километра. Как? Да, тут целый. Эко-город тут целый, слышишь? Подвините, что с Виллисом, а то мы у вас не догоним, а так. Это рынок. Это рынок или что? Мы к рынку подъехали, возле рынка ориентируем. Смотрите, какая красота. Смотрите, мы приехали на дачу. Все готово. Дала стол, башу, чай, горячий. Будем останавливаться обедать или нет? Да, да, да. Это обедать 12 минут. Скажи же, позавтракаем давай. Ну даже такого шикарного места обедать не будет. Обратите внимание. Да, давай встанем, Олег, нормально тут. Запомнили. Места хорошие, елки. Олег, приехали, нам еще 300 километров ехать. Здравствуйте, у тебя на даче, Олег. Уехали с царского места. Это не приятно, по-моему, раньше. А где Виллис догнал нас? Здесь в колонии, да. Виллис догнал? Да. Да, сейчас здесь обходят еще. Невероятно. Невероятно. Веталь не верит. Это круче, чем белый запор, может, заехать на бурду. Да, чем мы с горы летели. Ха-ха-ха. Я даже трассу провожу. Не совсем там была стоковая Нива. На Дакаре? Ну да. Не, ну на Дакаре не. Сначала участвовали просто стоковые. У них там было 26-е, 13-е место чуть подтюнингованное. А потом люди взялись посерьезнее. Но суть, основная суть машины в чем? Что она, помимо того, что там силовой агрегат меняли, добавляли мощности. Но это сложно сделать, потому что, ну, как можно соревноваться, если машина 200 сил против тебя, а у тебя 82. Это естественно, что лошадей добавляли. Но спроектирована эта машина все равно, ну, Нива, подвеска, причем, говорят, даже не знаю, сказали, что мосты раздатки были родные. Вот на тех даже тюнингованных, коробка, раздатка, ну, коробка, не знаю, раздатка, раздатка, мосты были, по крайней мере, так рассказывают. Не, ну, раздатку они, если меняли, они могли только с какой-то грузовой техники поставить. А куда ее ставить сюда? Да нет, конечно. Не, раздатка, ну, раздатка вообще хорошая. Это вообще уникальный автомобиль, на самом деле. Паша, а ты на заднем сиденье там где-то углазь или на переднем? Я же шашлыки жарю, подпишай. Классно идем. Такие же, как у Рубава, в реке. Опа, что это? Вот тут. Смотри, шашлыки? Нет, твою сосиску. Смотри, какие-то интересные маршрут, какой хороший. Смотри, кто-то Михалыч накатал. Хорошо будет, Руслан, вот и нет, что-то. Что-то про какого-то Руслана, а не. Какой дожарь его, это раз. Он просто хорошо видит, у него двойной бинокль. Про какого Руслана все время говорить? С РД Геварда. Это не про меня, значит. Там какой-то тоже, что же идет, такую продевую скупировку. Ветель спрашивает меня, какую я купил первую полноприводную. УАЗ, УАЗ я купил первую. Ай, подожди, или Гран-Черокки сейчас. Не, Гран-Черокки я первый купил. Конечно, этот, да. Это в каком году? В 2010. В 2010 я купил Гран-Черокки. А, так я в Афролде раньше, чем ты. И через два месяца я купил УАЗ. Так я же сразу по-взрослому. У меня же год за два идет. Я понял. А ты что купил первую? Первую Субару импрезу из салона. Ух, жесткий, блин. Мне кажется, он нас разводит. Нет. А потом, короче, ну, я понял, что такое полнопривод. Так, и купил Ниву, да? Да, и кроме Нива я ничего не мог уже себе построить. А, что, а, курс подскочил или же? Опа. Ого. Блин, какие места шикарные. Нет, это же бахнул, кризис. Да, я понял. Это, говорят, кризис на самом деле. Обстановка. Людям сначала даешь деньги в долг. Потом, когда понимаешь, что они не могут отдать, начинаешь с них требовать. Они не отдают, и получается до пол. Ага. Ну, это же удобно, что эти процессы. Короче, у тебя можно, если что, долгануть, добывать деньги. Да, да. На реставрацию Залопаза. Не, на Ниву. На Ниву, да. Не радует. Уже судьи так невольные, а там, да, что? Так, а что в зеленой? Поднищу тяжело ей, да, там? Чучу. Зеленая поднища уставшая Нива? Ну, ну, вареная была, лапки. Это как показания. Слышишь, в кафешке такие налитие, босышку были отсядутые черной пленкой. На руке должны быть. Бородачный летний туалет мы только что проехали. Ого, какие бревна, пиццу. Так, идем, идем, идем. Идем, идем, идем. Смотри, какие места. Тут лес порезан уже, хорошие места. Ого. Тут люди на дастерах сейчас прозреют, мне кажется. Тут с топорами выходить. Ого, какой кабинет. И тут вообще, слышишь? Рестораны, да? Рестораны. Давайте тут привал, какое красивое место. Ёлки, остановимся. Высади его этажом. Добой, пацан, так не резко. Я тоже коньяка хочу. Давайте где-то в красивом месте покушаем, остановимся. Скорять только изрославные сосиски. Там лопса, да не свежие. Я вам дам сосиску пожевать. Ого, хорошие места тут, слышишь? С дастерами сейчас будет сложно. Хотя это же внедорожники дастеры, или нет? Вроде ты сдал. Я их дам узнал. Сверх, тут у многих крепора не хватает, что ты заустроил. Как же вещи будет? Рейд. Лех, выбирай маршрут же. С нами дастеры, и судзуки, и еще там машины такие легкие, типа зеленые с бородачом. Это не у вас зеленые, это пассажиры зеленые от рейда. Бородач, расскажи, когда... Ну, 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 а дальше? Оказался, паштет. Чего, правда, купил или нет? Да, ну, случайно, в полке веревкой зацепилось за замок. Не-не, 17 гривен, я четко оцену, помню. Или такие. А ну-ка, мужчина, откройте рот на кассе. Это там, а что это у вас за веревка? Ну, за кустими зубами застрялось. Прекрати это, рассказывать непонятно, на что люди ж смотрят. Да, едем, едем, едем мы, конечно. Не знаю, как джимник мог застать. Не знаю, как джимник мог застать. Так, два анекдота, я так и не понял. Руслана искать на ютубе или уже на порнохабе? Засмотря, куда сосиска двигается. Просил Ветоля развернуться, посмотреть на колонну нашу. Кто там застрявшими? Блин, Луаз, Луаза-Субару едет. О, давай к Бородачу, подъезжай с той стороны к Бородачу. Подъедем. Проедешь там? Нет. Объедь. А вот там можно за деревом объехать. Там человек писает. Да не, ну я его не покажу. Как я покажу? Все хотят, чтобы ты показал, а ты говоришь, не покажу. Бородача в этом Луазе. Блин, как тут грубо. Глубоко, да? Да, ну я уже, да? Герои здесь, наверное, стоят. Тесна написана, тесна, литер.